Добрый день! Священник Анатолий Киселев, представитель храма Великомученика Георгия Победоносца города Уфы. Говоря о христианских ценностях, о добродетели христианской церкви, мы прежде всего обращаем свой взор на главнейшую добродетель – это любовь. Сам Бог именуется любовью согласно слову Священного Писания. В Евангелии от Иоанна нам это преподносится как несомненная истина, что Бог есть любовь. Именно это и определило возникновение окружающего нас мира, того благолепия и той красоты, которую мы наблюдаем вокруг себя. Это предопределило возникновение человеческого рода, животного, растительного миров. И, конечно же, нет предела божественной любви, поскольку Сам Господь наш Иисус Христос движимый любовью приходит в этот мир и также по любви, разделяя какой-то отдельный этап своей жизни в человеческом измерении. А ведь Христос – это Бог и человек. Он живет среди людей, разделяя с ними еду и проводит время в общении, молитве вместе с человеком. И тем самым показывает свою близость к нам, показывает, что нет преград его любви к человеческому роду. Он не ограничивается от нас какими-то уровнями, может быть, неба, чего-то еще. Он смело разрушает все границы и нисходит до каждого человека. Наш Господь и по любви также всходит на крест, претерпевая страшнейшие мучения, принимает и крестную смерть, распятие, и по любви, воскреснув на третий день, открывает нам возможность наследования рая Царствия Небесного. Избавляет человечество от власти врага, рода человеческого, дьявола, проклятия и смерти. Любовь – это то, что должно быть главным мерилом нашей жизни. Часто люди, когда говорят «я тебя люблю», не понимают до конца всего смысла этих слов. Часто любовь у многих воспринимается как то, что сродни удовольствию и наслаждению. Но это не совсем так. Да, любовь приносит человеку и наслаждение, и некоторое удовольствие лишь тогда, когда она сопряжена с жертвой. Например, в наше время мы не можем не отметить страшные проблемы. На 10 браков порою 7 приходится разводов, а может быть и больше. Статистика пугающая. К чему она приведет, мы не знаем. Поэтому главные причины, почему распадаются семьи, рушатся браки, и вот это несчастье входит в сердце людей, некогда любивших друг друга, почему страдают дети, которые лишаются полноценной семьи. А все потому, что не хватает любви в этой семье, ее не хватило родителям, а потом и не хватает и детям. И, к сожалению, это все может повториться, потому что тот, кто не вкусил вот этого прекрасного, замечательного, великолепного, того, что именуется любовью, сможет ли он потом сам проявить подобное. Поэтому задача, наверное, каждого человека в том, чтобы научиться любить. Любить всякого человека, абсолютно, знакомого нам или нет, нуждающегося в чем-то или нет, нашего начальствующего над нами человека, наших соседей, родных, знакомых, даже тех, кто нас, может быть, недолюбливает, или всех, кого мы условно можем назвать своими врагами. Поэтому, конечно же, любовь – это то, что помогает нам воспирить над недостоинством своим, над своими пороками и страстями, и вознести свою душу Господу, и доказать самому себе, что я действительно человек, который имеет образ Божий в себе и подобие Божие. Это очень важно осознать и, отвергнувшись от всякого эгоизма, гордости и самолюбия, научиться любить всякого человека и научиться Бога. Две основные заповеди мы имеем в Священном Писании – это любовь к Богу и любовь к человеку. Одна без другой невозможна. Они взаимосвязаны и помогают нам действительно научиться любить. Пусть действительные слова Господа, сказанные им некогда в Священном Писании, будут обречены ко всем нам и будут напоминанием нам об этом, что «потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Субтитры создавал DimaTorzok